О, сколько нам открытий чудных несёт короткий сей обзор. Всё лучше пялится в Ютуб, чем по подъездам пить когор. Узнать хотите, что за бред, поведает джедай, коль будет не убит? Тогда придётся подождать. Заставка замолчать сулит. Хотите знать, что это был за непонятный эпос? Всё очень просто. Его мне навеяла первая книга сегодняшнего выпуска. А это ни много ни мало «Скрытая угроза. Звёздные войны» Вильяма Шекспира. Да, в сонетах я не силён, поэтому, как говорится, что вышло, то вышло. Уж извиняйте. Как, впрочем, и с данным произведением. Не поймите меня неправильно. Я не хочу сказать, что получилось плохо. Вообще, сама идея облачить «Звёздные войны» в такой нестандартный формат уже сама по себе заслуживает внимания. Здесь, как с первыми рок-группами, которые начали давать концерты с симфоническим оркестром. Сначала это было в диковинку, но всё же доставляло. А позже вообще стало обыденностью. Глядишь, скоро и Дэдпул с доктором кто в стихах выходить будут. Но иной раз в тексте проскакивают, ну, совсем не с кладушки. И в первые разы это просто вводит в ступор и заставляет вернуться и перечитывать это снова и снова, в надежде поймать рифму. Если закрыть глаза на этот небольшой недочёт, эта книга отлично скрасит один из ваших вечеров, а после этого станет достойным экспонатом на вашей полке. Ведь её можно будет отлично подсунуть гостям со словами «зацени какой прикол», чтобы отвлечь их от приставки, в которую хочется поиграть самому. Ну или от пива, в смысле от чая, которого в холодильнике осталась последняя бутылка. Кружка. Отдельно хотелось бы отметить, что автор подошёл к написанию своего видения этой пьесы со знанием подноготной «Звёздных войн» и отношение фанатов к тому или иному её аспекту. В послесловии он рассказывает, например, о том, что строки Джаджа Бингса он писал, укладывая по 9 слогов, чтобы ему не хватало одного слога до пентаметра. Короче, чтобы выглядел он таким же идиотом, как в фильме. А в каждой строке, произносимой Мейсом Винду, есть маленький секрет для поклонников Самуэля Эл Джексона. В общем, эта книга определённо достойна вашего внимания. Двигаемся дальше. С одной стороны, из-за очень агрессивной рекламной кампании к выходу фильма Уэйда Вилсона в интернете стало как-то слишком много, что вызвало кучу негатива среди потенциальной для него аудитории. Я о том, что вообще Дэдпул был совсем не для детей, да и рейтинг у него 18+. Только вот из-за школьного хайпа многие взрослые зрители и читатели стали обходить его стороной. С другой стороны, очень здорово, что шумиху вокруг него раздули так сильно. Ну, здорово для тех, кто так же, как и я, интересовался этим персонажем до того, как это стало мейнстримом. Потому как с нынешним курсом доллара заказывать ТПБшки из штатов по 30 баксов за штуку, ну как-то очень кусается. А под эту лавочку многие значимые комиксы про Уэйда стали издавать на русском, что, повторюсь, лично меня очень обрадовало. Но сегодня речь не о комиксах, а о романе. Да я сам офигел от того, что по Дэдпулу написали полноценное текстовое, ну в смысле без картинок, произведение, которое так удачно попало мне сегодня в лапы, эээ, в руки. Ну и срани. Похоже на рекламу стиле магазина, прям. Лапы – стандартная для вселенной Уэйда история. Милые пёсики превращаются в монстров, и их надо завалить. Всё, хэппи-энд. Ну, в смысле сюжет, конечно, не замысловатый, но мы же с вами знаем, что далеко не сюжетная затравка главная в Дэдпуле, и что болтливым наёмникам его называют не просто так. Сальных шутеечек за 300 ждать стоит. Это можно понять сразу по обложке. Не рекомендуется впечатлительным гражданам и беременным женщинам. Итак, в поисках клонов Грута... Ну, лично у меня монстры, говорящие односложными фразами типа «Голодный» или «Убить» ассоциируются в первую очередь именно с ним. Мы с вами погрузимся в очередную феерию мыслей дружелюбного соседа, то есть безжалостного убийцы. Блин, тоже не то. Многоликого философа-шизофреника, проводящего добрую часть времени в разговорах с самих собой или напрямую с читателем. Роман оказался, на удивление, отличным форматом для персонажа. Большой объём текста, по сравнению с комиксами, позволяет довести до предела любимые рассуждения главного героя, галлюцинации, а в случае с этой книгой ещё и исковерканные цитаты Бироуза, Ницше и даже Достоевского. Может ли баночка задавать себе философские вопросы? Пшик или не пшик? Жестянка я помятая или право имею? Ну а с другой стороны, правильно, чем ещё заниматься между уничтожением собак-убийц и новым уничтожением собак-убийц, как не думать о смысле жизни. И уничтожение собак-убийц. Ну ладно, шучу, там не только собаки-убийцы, встретите даже несколько знакомых персонажей, просто не хочу спойлерить. Самое главное, чего ждёшь от истории про Дэдпула, это полная шизофрения, и здесь её предостаточно. Если ваше знакомство со вселенной незатыкающегося наёмника ограничилось фильмом, возможно, вам будет тяжело читать эту книгу. Она явно больше направлена на любителей долбанутых комиксов, в которых за Уэйдом охотится Шерлок Холмс, пока он курсирует по мультивселенной и режет всех налево и направо. Или когда Дэдпул охотится за несколькими своими копиями из параллельных миров, которые решили уничтожить Дэдпула всех остальных миров. Или... В общем, если любите нестандартную шизу, очень рекомендую. Ну а если хотите чего-то попроще, без выноса мозга, милости прошу к третьей книге нашего сегодняшнего обзора. А вот и новая книга из серии Доктор Кто. Да, я пропустил две предыдущие, и, если честно, не собираюсь наверстывать, просто потому, что немного устал от однообразия, творящегося в серии из книги к книге. Но в случае с Силуэт, ситуация немного другая. Первое, что бросается в глаза, Затравка не так сильно напоминает классическое начало серии сериала, что было очень явно в первых четырех книгах и стало, ну, как-то слишком предсказуемым. Да, есть нечто похожее, но все же Затравка больше напоминает классический детектив. Впрочем, как и вся книга. А местами мрачный мистический триллер в лучших традициях таких серий Доктора, как Миднайт с повторяющими за персонажами инопланетянами, или The Beast, она же Impossible Planet, где повелителю времени пришлось встретиться с самим Сатаной. Сюжет вертится вокруг серии убийств в викторианском Лондоне, следы каждого из которых ведут на ярмарку диковин. Ну, всякие там силачи, русалки, люди-ящерицы. О, кстати говоря, о силурианцах, санторианцах и прочих персонажах. Еще одной отличительной чертой книги является то, что сам Доктор, в большей ее половине, персонаж второстепенный. И хоть его характер и повадки прописаны просто замечательно, и в сценах с его участием образ Питера Капальди встает прямо перед глазами, основное время повествования отдано Кларе, Страксу, Дженни и Мадам Вастрия, что немного напомнило книги о черепашках-ниндзя из 90-х. Но здесь это совсем не раздражает, как в детстве, когда ты ожидаешь встречи с любимыми персонажами, а по факту получаешь пересказ сценария какого-нибудь зарубежного блокбастера с нелепо вплетенными персонажами с обложки. А даже наоборот, придает истории некую свежесть. Может быть из-за чувства ностальгии после возникновения такой ассоциации, а может быть из-за того, что на переднем плане все же остаются персонажи с обложки, которым в сериале уделено намного меньше времени, чем они того заслуживают. События разворачиваются глазами всех вышеперечисленных по очереди, чтобы в конце, в лучших традициях жанра, свести все части пазла воедино. В смысле посадить всех в одну клетку. В смысле... Спойлерс. Друзья, в книжном свежачке уже стала хорошей традицией разыгрывать книги, о которых мы говорили в выпуске, и сегодня я не буду ей изменять. Но единственное, что у меня нету такого количества книг, чтобы порадовать каждого из вас. Поэтому, если хотите получить какую-то из этих книг, делайте репост записи с этим роликом из нашей группы ВКонтакте, а мы, как всегда, случайным образом выберем трех победителей и подарим каждому по книге. Также напоминаю вам о том, что для того, чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно быть подписанным на паблик Уютный Подвальчик ВКонтакте и на паблик редакции Мейнстрим издательства АСТ там же. Ну а на этом сегодня все. Результаты объявим через неделю. До скорых встреч. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова